Построив дом, всегда встает вопрос, как же его протопить? И ничто так не наполняет дом уютом и теплом, как водяной теплый пол. Наверное, все знают, что для того, чтобы сделать водяной теплый пол, необходимо использовать и коллектор, и дополнительный насос. Но что делать, если площадь теплого пола невелика? Как можно обойтись без таких трат, как дополнительный насос, коллектор, плюс соединительные фитинги? Об этом и расскажу в этом видео. Вперед! Сейчас мы находимся в пристройке. Это будет баня. То есть здесь будет сама парная, а здесь у нас получается комната, где душевая, и здесь купель. И здесь будет у нас теплый водяной пол. То есть вся площадь полностью отапливаемая, где-то около 6 квадратных метров. Как сделать так, чтобы отопить водяным теплым полом какую-то маленькую площадь, небольшую, в то же время не ставить сюда дорогостоящий коллектор, хотя на такую площадь было бы смешно, но все равно нужен будет хотя бы на два выхода, и будет необходим насос. То есть ты хочешь сказать, есть возможность подключить теплый пол без коллектора насоса и смешительного узла? Все верно, такая возможность есть. Но только одним контуром. Отлично подойдет для небольших помещений до 15-18 квадратов. Я рекомендую раскатывать трубу исключительно улиткой, для лучшего и равномерного прогрева. И длина трубы не должна превышать 90 метров. И тут возникает другой вопрос. Хватит ли насоса того, который стоит в котле? Имеется в виду циркуляционный насос, встроенный в сам двухконтурный котел. Для одноконтурных котлов вынесен отдельным элементом. Хватит. Как это сделать? С помощью такого мульти-бокс. Регулятор теплого пола на обратке. Принцип прост. Здесь у нас будет также стоять еще дополнительный радиатор. От него тронечком уходит подача. Подача соединяется краником обжимной. Фитинг под 16-ю трубу. Труба у нас сшитый полиэтилен. Всегда под 95 градусов и всегда с кислородозащитным слоем. От него мы сразу проходим в пол и делаем петлю. Всегда советую делать петлю улиткой, потому что она дает лучший прогрев. Кто не знает, как раскатывать трубу, в том числе, как делать улитку, я оставлю ссылочку в описании, посмотрите видео, как сделать теплый пол своими руками. Сделали улитку, дошли до серединки, вернулись назад. Шаг у нас идет 150 мм. И когда последняя часть трубы, обратка, у нас возвращается, она как раз и заходит вот в этот мультибокс. Стрелочка показывает, сюда заходит обратка. И регулировка происходит благодаря вот этой встроенной термоголовке. То есть от 1 до 5 градация идет как 4-40 градусов, 5-50. И действительно она может пропустить такую температуру. Проходит через клапан и возвращается в обратную линию паечного трубопровода. И уходит так же, как будто мы подключили еще один радиатор. Только один нюанс. Как только мы выставили здесь, допустим, 40 градусов, а теплоноситель пришел у нас 35, мы прошли с подачи в обратку. С подачи в обратку. Но когда мы выставили 40, и у нас теплоноситель уже прошел 40, термоголовка перекрывает шток, и, соответственно, больше теплоноситель не идет, полностью закрыто. И теплый пол работает на том, что теплоноситель отдает тепло трубе, а труба отдает тепло стяжке до тех пор, пока температура не упадет. Соответственно, шток открывается, клапан открыт, и новая порция теплоносителя поступает снова в пол. То есть получается, что автоматическая регулировка происходит, и в том числе очень экономная. Посерединке у нас находится как раз сбросник воздуха, ну как кран Маевского. Запускать теплоноситель очень легко. Через подпитку самого котла, как еще один радиатор. Просто пускаем теплоноситель, и отсюда выходит воздух. Воздух вышел, прогнали, закрутили, все. При заполнении я рекомендую всегда ставить краники, чтобы можно было всегда перекрыть систему отдельно, когда она не нужна, в том числе и легко обслуживать. Уже чувствуется, на подачу у нас где-то градусов 40, на обратке, ну может быть, градусов 30. Все готово для того, чтобы завтра здесь залить стяжку. Все достаточно просто и легко. И самое главное, что такое можно выполнить в каких-нибудь душевых, туалетных, ванных комнатах или в коридоре, там где есть индивидуальное отопление. И еще, какой нюанс. Нужно не забывать одевать утеплитель на трубу, там где, получается, у нас будет стяжка. Для чего утепление? Чтобы труба могла свободно после залития стяжки в ней шевелиться. Потому что, как мы знаем, при нагреве стяжка расширяется. И чтобы труба лишний раз не перетиралась. Утеплитель недорого стоит, поэтому такой нюанс нужно учесть. И, конечно же, утепление. Ссылочку я оставлю в описании. Специально мы делали о том, как сделать теплый пол самостоятельно своими руками. Именно на утепление. Здесь, получается, у нас от грунта уже идет утепление 200 миллиметров между брусьями. А потом уже получается лист ЦСП. На него я уложил такую подложку, ну, как бы отсечную. Теплоизоляцию. И, соответственно, на нее прям сразу будет идти стяжка, потом плитка. Если видео было интересным, познавательным, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Все, всем пока.